Ну что ж, мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о наших российских командах, выступающих в Еврокубках. И сосредоточимся на Зените, который попал в групповой стадии Лиги Чемпионов в один квартет с Мальмё, Ювентусом и Челси. И вот на фоне этого мне стало интересно, что там пишут фанаты Ювентуса, потому что мнение болельщиков Челси мы уже разобрали в недавнем ролике. Его вы можете найти на моем канале. Ну а сейчас давайте сосредоточимся на итальянцах. Как они относятся к Зениту, опасаются ли они российскую команду или нет. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные комментарии на данную тему. Ну а я, с вашего позволения, зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы посоветовать вам сайт pinak.ru. Это абсолютно легальный букмекер, и здесь у вас не будет никаких проблем с выводом средств. С тем, чтобы найти какой-то матч для ставки. Здесь очень широкая линия, здесь множество разных вариантов, на кого ставить, как ставить и так далее. И здесь очень гибкая система бонусов. Кстати, некоторые бонусы вы можете получить лично от меня. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте pinup.ru, а также ведете промокод, указанный в описании к этому ролику, то вы получите бонус. Это фейбет до 3000 рублей. Так что дерзайте, ребят. Это ваш шанс заработать деньги на ставках, ничем вообще не рискуя, просто на фейбете. Итали Крокс написал. Возможно, Зенит и является проходимым соперником для Ювентуса. Но лучше быть с ними на чеку, ведь никогда не знаешь, как развернется футбольный матч. Посмотрим. На самом деле, Зенит, конечно, андердог в матчах и с Челси, и с Ювентусом. Но футбол – это вещь непредсказуемая. Поле ровное, мяч круглый, с обеих сторон по 11 футболистов. Всякое может произойти. АА-911. Если мы не обыграем Зенит, то заслуживаем остаться без плей-офф Лиги Чемпионов. Если мы не обыгрываем такие команды, то в плей-офф делать нечего. Ну, примерно то же самое сказал датский футболист перед матчем со сборной России. Тогда поднялся скандал. Это был Поульсен, по-моему, Юсуф Поульсен. Ну, вот примерно то же самое говорят некоторые фанаты Ювентуса. Что если не обыграем Зенит, то тогда нефиг делать в Лиге Чемпионов вообще. JT Sweet. Зенит – один из худших вариантов из третьей корзины, что мог нам достаться. Ну, вот опасаются. Питерского клуба приятно. Чоппен Дейзи. Нам обещают легкую прогулку с Зенитом, но там легко точно не будет. Ну, не знаю, посмотрим. На самом деле, я думаю, что против Зенита на выезде всем будет очень тяжело. Поэтому хочется верить, что здесь будет настоящая битва. Rafa Santario. Юве. Несказанно повезло, что они попали в группу к Зениту и Мальмю. Ну, а вот здесь думают, что это не самый плохой жребий. Посмотрим, опять же, как сложатся эти матчи для Ювентуса. Микфу написал. Зенит не стоит недооценивать. Кирвайо Те. Зенит вполне доступный для нас соперник. Ну, это мягко сказано. Я думаю, Ювентус будет фаворитом в этом матче. Лук Фопон написал. На мой взгляд, мы должны без проблем разобраться с Зенитом. Клаудио Вега. Отлично. Зенит сейчас такой же убогий, как и мы. Ну, вот самое критичное. Со стороны фаната Ювентуса вот такое говорить. Дула Фаев. Мадонна Мия. Только Зенита нам не хватало с этой русской стужей в придачу. Ну, вновь итальянцы опасаются русских холодов. Возможно, это у них какая-то генная память после Сталинградской битвы, где, как известно, из всей вот этой фашистской наступающей группировки одна из армий была как раз-таки итальянской. Или даже две. Там итальянская, румынская и немецкая Паульса. Если ничего не путаю. В общем, возможно, после этого они и опасаются наших Зин. Посмотрим, сыграет ли это в пользу нашего клуба в матче Лиги Чемпионов. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!